Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермишов. Сегодня мы будем говорить о градостроительной политике в Красноярске. Затронем разные темы, которые обсуждаются в последнее время. От кафе-кантри на проспекте мира до строительства крематорий и так далее. Сегодня у нас в гостях руководитель департамента градостроительства Красноярска Роман Соколов. Роман Сергеевич, здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем все-таки с кантри. Я предлагаю, потому что вопрос как-то подзавис потихонечку. Непонятно, это законное строение, незаконное строение, будут его сносить, не будут сносить. Что хочу сказать. Вопрос сноса – это исключительно судебная плоскость принятия решений. Сейчас судом исследуются позиции органов, выдававших разрешение, листья, которые проектировали, которые экспертировали проектную документацию. И в этой связи точка принятия решения лежит исключительно в суде. И я даже не исключаю, что это будет не первая инстанция, а апелляционная инстанция. Потому что, с одной стороны, уже существуют достаточно серьезные затраты со стороны застройщика. С другой стороны, настойчивая позиция прокуратуры, которая выявила в действиях лиц, которые проектировали, экспертировали проектную документацию нарушения требований регламента. Поэтому я бы здесь не давал последней оценки сложившейся ситуации. Но это законное строение или нет? На мой взгляд, строение законно. Объясню почему. Потому что разрешение на строительство застройщик получил законно в соответствии с требованиями градостроительного кодекса. То есть здесь нарушений в системе градостроительства не было? Сегодня прокуратура выявила нарушение требований регламента именно в исходной документации, представленной для разрешения. Сам порядок выдачи разрешения на строительство критике не подвергся. Что касается дальнейших действий, это оценка действий проектировщиков, экспертов. Это как раз предмет исследования в суде. Почему и вызвали в суд дополнительно лиц, которые готовили проектную документацию. А сколько у нас вообще таких вот спорных строений в Красноярске? Или это единственное? Я бы вывел кафе «Кантри» в отдельную историю. Что касается самоволок, самовольных объектов, построенных без разрешения, без проектной документации, вот только у нас в поле зрения их порядка 47. И что, с ним ничего нельзя сделать? Нет, это неправда. По всем 47 сейчас идут судебные процессы, готовятся исковые заявления в суд. Дальше в судебном порядке либо лицо устанавливает право сохранения самовой постройки, либо объект сносится. Из тех 47, о которых вы говорите, насколько реально действительно идти, скажем так, цивилизованным путем, то есть сносить? Неоднозначная статистика. В ряде случаев исполняются решения суда. В иных случаях суды занимают сторону застройщика. Последними доказывается безопасность размещения объектов. Есть судебные решения в нашу пользу, по сносу. В прошлом году заговорили, что в Красноярске будет введено ограничение по высотности застройки. Какова судьба вот этой идеи? Эта идея сегодня положена в документ, который направлен в городской совет депутатов в виде предложения администрации города в части снижения этажности объектов до 10. Пока императивным путем пришли к выводу, что этажность 10 – это оптимальная для Красноярска. Цифра научно не обоснована на сегодня. Поэтому она предполагает, что будет исследована и, возможно, изменена. На сегодняшний день в горсовет именно с 10 этажами вышли. Это вообще везде по всему городу? Правильный вопрос. Конечно, нельзя по всему городу среднюю температуру по больнице устанавливать. Есть районы города, где можно и нужно строить высотные объекты в качестве какой-то единицы архитектурной. Есть районы, где плотность настолько изменена, что дополнительно повышать за счет высоток количество проживающих в районах уже нельзя. Поэтому, конечно, нужно научно подходить к этому вопросу. У вас, как руководителя департамента городского строительства, есть своя точка зрения, где мы можем строить высотки в небеса, а где мы должны четко ограничиваться малоэтажным строительством, то есть невысокими зданиями, теми же 10 этажами. Не малоэтажка, но и 10 этажами. Позиция есть. Другой вопрос, что на сегодняшний день регламенты в городе таковы, что позволяют застраивать город в территориальных зонах, позволяющих многоэтажную застройку 17 и выше этажей, что и делается. Поэтому, если мы намерены здесь регулировать эти вопросы, безусловно, надо ускоряться. Безусловно, надо на уровне муниципалитета принимать соответствующие регламенты, которые будут ограничивать. Конечно, советский район, центральный район, микрорайон Покровский, конечно, микрорайон Бугач на сегодняшний день достаточно серьезно уплотнены. Там нельзя принимать решение о высотной застройке. То есть я понимаю, что во всех остальных районах такая застройка? Это в качестве примера. У нас Свердловский район в части Пашина достаточно серьезно уже уплотнен. А напротив есть районы, где вполне себе корректно и архитектурно обоснованно можно строить высотные ансамбли. С тихими зорьями что у нас? Приостановлено строительство домов? Потому что там же намеревались построить, если я не ошибаюсь, вот как вот та стенка подсвеченная. Помните, вот этот огромный дом, да, и там должны были таких чуть ли не 10-12 построить. Это отдельная страница нашей градостроительной истории. Действительно выдавался разрешение, набор разрешения на строительство на комплекс жилых домов достаточно серьезной высотностью и плотностью. Впоследствии разрешения на строительство были отменены. Застройщикам готовится проект планировки территорий, нормальный, ксивилизованный подход к комплексному освоению. После публичных обсуждений, где целесообразно строить вот такие пластины, которые существуют на сегодняшний день возле Арины Платином, где можно и нужно размещать дома повышенной комфортности, меньшей этажности, сегодня застройщик, насколько я знаю, ведет эту работу. И после разработки проекта планировки территории, наверное, имеет смысл продолжать разговор об удаче разрешения строительства. То есть застройщик сохранил право там работать, но при этом он должен просто изменить? Право у нас установлено Конституцией Российской Федерации, это право собственности. Право собственности на земельный участок застройщик не утратил. Как следствие, у него возникают такие права и на продолжение работ по строительству. Но, насколько я понимаю, сейчас застройщик ведет эту работу совместно с управлением архитектуры, обсуждают те или иные нюансы, чтобы получить достойный, нормальный жилой район. Про право на землю вы сейчас сказали, совсем недавно у меня в программе «Итоги» был первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов. И мы обсуждая строительство крематория, он так как-то вскользко сказал, мы не застрелили на этом внимания, хотя очень бы хотелось это прояснить, что у нас сейчас нет муниципальных площадей, чтобы, допустим, при строительстве крематория мы могли предложить какой-то район, дать землю, чтобы просто пришел инвестор и построил там тот же самый крематорий. Это так? Мне просто интересно, насколько у нас здесь какая-то сложная земля. Вряд ли здесь однозначно можно рассуждать. Давайте попробуем поанализировать. Крематория – это вид бизнеса, который явно будет тяготеть к традиционным захоронениям. Наверное, как следствие, целесообразно размещать такой категории объектов в районе кладбища существующих. Это одна позиция. Был же правильный, чтобы там возле подлака это сделать. Какое-то время назад обсуждалась остро эта ситуация. На тот момент городской совет депутатов в предыдущем составе раскритиковал эту позицию. Хотя, на мой взгляд, она вполне своевременная. В городах-миллионниках должен быть такой вид услуг. На сегодняшний день, что касается дефицита или профицита земельных участков, есть в муниципальной собственности земельный фонд, который на сегодняшний день выставляется на торги под те или иные виды застройки. Но говорить о профиците каком-то и богатстве земель на территории города, которые находятся в казне, не приходится. У нас с 2000-х годов потихоньку на территории города земля отчуждалась в частной собственности. На сегодняшний день мы находимся на этой стадии. То есть много участков, которые принадлежат кому-то, тем уже, как мы говорили, строителям. Которые обременены правами либо собственности, либо аренды третьим лицом. Да, это правда. И поэтому мы не можем, допустим, тот же участок под тот же крематорий дать свой муниципальный. Не то чтобы не можем, но мы уже достаточно серьезно ограничены в принятии этого решения. А, допустим, сейчас есть еще идеи построить те же бассейны, аквапарк. Кстати, аквапарк назван в числе приоритетных строек в Красноярске, что он действительно должен появиться у нас. Мы тоже сталкиваемся с этой проблемой под аквапарком? Ну, смотрите, аквапарк – это инвестиционный, 100% инвестиционный проект без участия бюджета. Ну да. Как следствие, здесь мы не говорим об участии муниципалитета в финансовом плане, либо в плане предоставления земельного участка. Он уже был предоставлен в свое время. Он находится в аренде. В настоящее время инвестор, насколько я знаю, разработал проект, направил его на экспертизу. То есть предполагаю, что в третьем квартале текущего года такой аквапарк все-таки в городе начнет строиться. Но это будет как раз на той территории, которая уже определена, да, территория? Территория определена. Это где? Это территория в створе улицы Подзолково, 9 мая, в районе Ледовой арены Север. Кадастрова палата Ледовой арены Север. Вот в этом районе. Кстати, по поводу инфраструктуры. Вот в жилых микрорайонах, вот Солнечный, Покровский, потому что много вопросов по инфраструктуре возникает. Мы говорим там о больницах, о школах, о детских садах. В районах с уплотненной застройкой, Солнечный, Покровский, Бугач, уже сегодня строятся и проектируются объекты образования. В микрорайоне Солнечный проектируется и в ближайшее время приступим к реализации автомобильной дороги на проспекте Молодежный. В микрорайоне Пашенный есть проект строительства автомобильной дороги, который будет соединять транспортную развязку с улицей Судостроительная. В ближайшее время тоже приступим к его реализации. Если в целом говорить, порядка 18 детских садов за три года, вот такой амбициозный план мы поставили, и порядка 6 новых школ по 1300 мест, по 1300 детей в одной школе. Еще один вопрос, который связан с, скажем так, внешним обликом города, это паспорта фасадов. Паспорта фасадов так и сохраняются у нас? Это не совсем моя компетенция, но я поясню. Мое мнение, этот документ нужен. Но нужно достаточно деликатно подходить к этой ситуации. Во-первых, по поводу заказчиков паспортизации. Во-вторых, какие там необходимо заложить архитектурные решения и требования в этих паспортах фасадов. В-третьих, необходимо ли в условиях стандартной застройки типовой такие требования распространять. То есть, на самом деле, вопросов достаточно много, и на все на них нужно найти ответ. То есть, это вот как раз эта работа и ведется на сегодняшний день. Заслушиваются мнения граждан, мнения экспертов. Потом некое взвешенное решение, предполагаю, что будет принято. Но думаю, что паспорта фасадов как документ, который бы регулировал уместность той или иной рекламы, уместность тех или иных инженерных сооружений в виде вентиляционных коробов или блоков кондиционеров, уместность цветовых решений по, например, балконам и лоджиям. Считаю, что эти вещи надо регулировать. Спасибо большое, что сегодня были у вас в гостях. Спасибо, что разъяснили позицию по многим спорным вопросам. Теперь остается дождаться только решения официальных органов. Роман Соколов, руководитель департамента градостроительства Красноярска, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова